Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлеб, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штата Калифорния. И я сегодня хочу поделиться с вами историями людей, которые звонят, которые делятся. И я думаю, что эта информация очень важная для тех, кто хочет воссоединяться со своими супругами. Почему? Когда мы подаем форму Ай-130, я всегда вам говорю, прежде чем подать любую форму, прочитайте инструкцию. Вы можете заполнять ее или же нет? И можете ли вы подавать эту петицию или же нет? И когда мы открываем любую форму, здесь у нас идет сначала объяснение, для чего нужна эта форма, кто ее может использовать, кто может подать петицию Ай-130 и кто не может подать петицию Ай-130. История людей, которые поделились своими, я бы сказала, неправильными действиями, такова. Эти люди приезжают в Соединенные Штаты, вступают в брак с гражданином США или же с обладателем грин-карты, получают свою грин-карту, разводятся и тут же женятся, возможно, на своих бывших супругах или же на новых и тут же подают на воссоединение. Значит, заполняют эту форму Ай-130. И этим людям приходит отказ. И отказ по пункту 5. Здесь они описывают, кто заполняет, кто может заполнять, а здесь они описывают, кто не может заполнять. У меня есть много видео, где я рассказывала о том, как происходит воссоединение с гражданами США, с обладателями грин-карты. Сегодня давайте остановимся на этом пункте 5. Почему этим людям было отказано воссоединение брака с их новыми супругами. Читаем внимательно. Кто не может подавать петицию в форму Ай-130? Номер 5. Супруг или же супруга. Если вы получили свой законный статус постоянного жителя в результате предыдущего брака с гражданином США или законным постоянным жителем. Еще раз. Вы не можете подавать петицию Ай-130, если вы получили свой законный статус постоянного жителя в результате предыдущего брака с гражданином США или законным постоянным жителем. Если только вы на данном этапе не являетесь натурализованным гражданином США. Б. Вы являетесь законным постоянным резидентом не менее 5 лет. С. Вы можете установить с помощью или же доказать с помощью четких и убедительных доказательств, что вы не вступали в предыдущий брак, через который вы получили свой законный статус постоянного жителя, чтобы уклониться от каких-либо иммиграционных законодательств США. Или D. Ваш предыдущий брак, в результате которого вы получили статус иммигранта, был расторгнут в результате смерти вашего супруга. Значит, если вы приехали и поженились с гражданином США только для того, чтобы получить грин-карту, развестись и тут же привезти своего супруга или супругу, для вас плохие новости. Вы не сможете этого сделать, если только вы не отвечаете одному из четырех требований. Поэтому, друзья, когда вы заполняете любые формы, любые петиции, читайте инструкции. И сразу хочу сказать, что если у вас такие проблемы, вам прямиком нужно идти к адвокату. А я же помогаю только в заполнении ваших форм, в подаче ваших документов и в переводе ваших документов. Поэтому знайте, кому обращаться в таких ситуациях. Если вам нужно что-то доказывать, то ваш прямой путь идти к адвокату. С вами была Зара. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Мы с вами остаемся на связи. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнали Симон.